Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами своим способом выращивания клубневой бегонии. А как я их посадила, вы найдёте ссылочку у меня в описании. Ни для кого не секрет, что бегония – это очень красивоцветущие растения. Для того, чтобы обеспечить бегонии правильное развитие и пышное цветение, нужно создать ей оптимальные условия для роста и не допускать ошибок в уходе. В середине июля бегония очень активно цветёт. Продолжительность жизни одного цветка – до 12 суток, а цветение длится до последних дней октября. Клубень бегонии, к сожалению, живёт недолго – только до 5 лет. Все бегонии – это очень светолюбивые растения. Для того, чтобы они у вас выросли здоровыми и пышными, их нужно расположить в очень светлом месте, но никак не на палящем солнце. Потому что, если прямые солнечные лучи попадут на них, то они у вас получат ожоги. Учтите, что чем крупнее цветки у ваших бегоний, тем хуже они переносят солнечный свет. Лучше всего, по моему опыту, это рассеянный свет. Бегония в полутени хорошо цветёт, а вот в тени побеги вытягиваются, листья опадают. Образуется очень мало цветов или вообще могут не образоваться. Поэтому для пышного цветения необходимо очень светлое место без попадания прямых солнечных лучей, особенно в середине дня. Ещё бегония не переносит сквозняков и сильных ветров. Побеги у бегоний очень хрупкие, и при сильных ветров они очень легко отламываются. Так что находим им подходящее место с рассеянным светом или где-то в полутени. Летом идеальная температура для бегоний. Если они находятся в помещении, то она не должна опускаться ниже 15 градусов. И слишком сильную жару они тоже переносят плохо. А вот идеальная температура для бегоний до 25 градусов. Для улучшения роста и цветения клубневую бегонию необходимо систематически подкармливать. Для того, чтобы подпитать цветущую бегонию летом, каждые две недели нужно подкармливать удобрениями с высоким содержанием калия. И обязательно поливать тёплой отстоянной водичкой, никак не холодной. Бегонию категорически нельзя поливать холодной водой. В случае, если воздух очень сухой, то можете опрыскивать. Не на само растение, она этого не любит, а вокруг неё. Правильный полив – это самая важная часть ухода за клубневой бегонией. Лучше всего поливать путём погружения или по краям горшка. Избегайте попадания воды на само растение. Бегония очень боится переувлажнения. Сырость может привести к загниванию корней. В чересчур влажной земле могут появиться различные грибковые заболевания. Внимательно следим за поливом. Ни в коем случае не допускаем застоя воды в почве. Это губительно для клубневой бегонии. Надеюсь, мои советы помогут вам вырастить здоровую бегонию, которая будет радовать вас прекрасными пышными цветами в вашем саду. И не только. А я жду от вас поддержки в виде лайков и подписок. Терпения вам и везения. Будьте здоровы! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok